Они убеждены, что вместе смогут абсолютно все. Главное – поддержка и взаимопомощь. Именно эти принципы объединили волонтеров Ичалковского района в группу «Слышу зов». Очень важную работу по привлечению неравнодушных жителей к сбору помощи для защитников Родины начали супруги Пантелеева. И, как оказалось, их огромное желание помогать разделяют многие. Начали собирать гуманитарную помощь. Изначально это были вещи первой необходимости. То есть одежда, какие-то средства гигиены. В дальнейшем стали объявлять более крупные сборы на технику, квадрокоптеры, тепловизоры. Суммы сбора для нас, для меня были удивительные. То есть, на самом деле, мы не ожидали, что такие суммы будут от людей поступать. Буквально там за пару дней мы могли закрыть большую заявку на 50 человек. Постепенно волонтеры пришли к идее передавать на передовую автомобили. По мнению людей, за ленточкой техника нужнее. По состоянию на 4 апреля они доставили в зону СВО уже 6 машин. Совсем скоро планируют отогнать еще три. Каждый автомобиль передают не пустым, а с важными и нужными посылками. Местные мастерицы и хозяюшки плетут маскировочные сети. А еще готовят для воинов суповые наборы. Делаем на дому. У нас сушки, вакууматоры. Нам помогают даже дети наши. Пакетик здесь на три порции. Тут полтора литра воды, тут получается три порции вкусного супчика. Сами пробовали, дегустировали. Нам понравилось, надеюсь. И ребятам понравится. В волонтерской группе «Слышу зов» объединились люди разных возрастов и профессий. Для каждого очень важно, что их помощь и поддержка доходит до ребят, придает им сил и веры. Наши военнослужащие знают, дома ждут и гордятся ими. Им бесконечно благодарны. Долг каждого человека сейчас помочь в такое трудное время нашим ребятам. Потому что, как говорят, кто, если не мы? Все, что у нас получилось, у нас получилось благодаря отзывчивости наших земляков. Благодаря как раз этому чистому сердцу. И получается, что те, которые в окопах, они это чувствуют, они это знают. И когда мы приезжаем, в глазах это очень читается. Свою важную миссию по сбору помощи волонтеры Ичалковского района будут выполнять и дальше. Всех, кто готов включиться в работу, рады будут видеть в своих рядах. В команде, которая стала настоящей семьей. Юлия Исайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. Ичалковский район.